Рон Реже И продвижение на литературном рынке О своем творчестве, вдохновленном теософией Елены Блаватской, Рон Реже расскажет прямо сейчас Рон, здравствуйте! Очень рады видеть вас у нас в студии Все, наверное, знакомы с таким жанром, как комиксы У нас в стране немало поклонников этой формы изобразительного искусства Вы пишете комиксы, но это называется графический роман И вот есть некое отличие, какое именно? Расскажите, пожалуйста, об этом Главное отличие в том, что графический роман — это комикс длиной в книгу И в отличие от комиксов, которые чаще всего имеют фантастический сюжет Графические романы могут быть на любую тему Исторические, мемуары, совершенно любая тематика Очень интересно, что две ваши графические новеллы, они вышли в 2012 году, вдохновлены работами Елены Петровны Блаватской Так вот, они, собственно, и принесли известность во всем мире Расскажите о ваших впечатлениях от работ Елены Петровны И, насколько мне известно, они очень сильно на вас повлияли Мне очень нравится теософия и ее идея соединить все мировые религии в какую-то единую идею И, кроме того, мне кажется, что ее жизнь настолько потрясающая, лучше, чем любые художественные произведения, которые мне доводилось читать Когда вы познакомились с этими работами, они поменяли ваше сознание? Или вы все же мыслили, ну, думали об этом до этого, мыслили примерно таким же образом, размышляли о теософии? Интересен очень вот этот момент, и насколько он повлиял все-таки на ваше творчество? Действительно, у меня были подобные идеи у самого, и было ощущение, что это совпадает с теми чувствами Поэтому я не могу сказать, что после изучения трудов Блаватской я сильно изменился А что касается влияния на мое творчество, например, то, что из голов моих персонажей исходят лучи Или некое изображение мысли в виде облачка, это очень схоже с теософией Где говорится о том, что мысли человека образуют облако или какой-то внутренний голос формируется в сознании человека Кроме того, теософия и комиксы были изобретены в одно и то же время В одном из ваших интервью вы говорили о том, что в Америке растет интерес к эзотерике Но там, в отличие от России, пока еще его как-то иногда даже сатанизмом называют, да, как вы сказали в этом интервью Так вот, почему все-таки решили выбрать этот спорный для вашей страны формат, да, наверное, так его назовем? Почему не побоялись? То, что вы говорите, так Но, с другой стороны, в Америке очень популярна йога, астрология Какая-то даже магия, гадание, вегетарианство И все это становится более популярным А корни многого как раз идут из изучения Блаватской Это не всегда признают, но это так И, кроме того, идея позитивного мышления на самом деле очень совпадает с американским менталитетом В понимании большинства людей, герои комиксов, это супергерои, как правило Ну, во всяком случае, самых популярных, известных нам в России комиксов Кто они, ваши герои? Они похожи на супергероев или это нечто иное? В своей работе я больше похож на писателя Каждая моя книга — это разные персонажи У них бывают какие-то суперспособности, но это чаще всего что-то, что бывает и у некоторых людей Какие-то гипнотизерские или темпатические способности То, что возможно в жизни Но эти мои герои отчасти и похожи на супергероев Ром, мне кажется, комикс — это такой интересный жанр формы изобразительного искусства И где-то даже это в свое время была форма будущего Может, даже сейчас ей остается Потому что сегодня есть тенденция к укорачиванию Об этом говорит Инстаграм, например То есть мы смотрим на картинку, читаем короткий текст И нам уже этого достаточно Мы уже не любим читать много, увы Ну, может быть, не увы, но просто жизнь, скажем так, способствует этому современного человека Вот интересно, как давно вы поняли, что вы хотите заниматься именно комиксами, графическими романами? И как это произошло, как это случилось? Это было в детстве или уже в сознательном возрасте? Мне, наверное, было около пяти лет, когда я увидел комиксы с Человеком-пауком И понял, это то, чем я хочу заниматься И это было естественным желанием Но когда я стал подростком, понял Комиксы про супергероев не совсем то, что мне интересно Меня привлекает что-то другого типа Где вы черпаете информацию, материалы для ваших комиксов? Может быть, есть какие-то прототипы ваших героев? Ну, не всех, может быть, произведений, да? Но некоторых В общем, интересен сам процесс рождения ваших произведений На самом деле много таких источников Это и книги, которые я читаю, в том числе по эзотерике Это и мои друзья, которые также интересуются этими вопросами В различных местах Рон, я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу Мы прервемся на короткую рекламу А после продолжим наш разговор Оставайтесь с нами А мы продолжаем наш разговор с автором графических романов Роном Реже Рон, сегодня у нас в студии присутствуют ваши книги Покажите их, расскажите о них Нам очень интересно узнать Это моя последняя книга Она вышла в 2018 году Эту книгу я издал сам, без издателя Это для меня новый опыт Эта книга основана на идеях Блаватской Она вышла в 2015 году Не могли бы вы показать, что внутри? Ваши рисунки очень сложные для восприятия Почему? И я намеренно пишу сложным шрифтом, чтобы люди больше времени провели над этими страницами Это своеобразный вызов читателю, который глубже всматривается в рисунок и больше в нем видит И очень много деталей, маленьких деталей Это, наверное, моя самая популярная книга Она вышла в 2012 году На ее обороте написано название «Анимационная утопия» Обычно читатели комиксов — небольшая отдельная субкультура Но читателями этой книги стала более широкая аудитория И мне это очень приятно А почему некоторые картинки цветные, а некоторые, например, эта книга исключительно черно-белая? Мне, если честно, больше нравится работать черно-белым рисунком В 80-е и 90-е годы это была единственная возможность копировать комиксы не на цветном ксероксе Так постепенно выработался мой стиль Цвет — это уступка вкусам читателей Мне больше нравится черно-белый вариант Вы сказали, что «Анимационная утопия» — одна из самых ваших популярных работ Как мы говорили в начале программы, она и принесла, собственно, мировую известность вашим комиксам, графическим романам Ожидали ли вы, что такой достаточно сложной теме, не все поймут, примут ее, что будет такой отзыв к этой книге, именно к этой вашей работе? Да, я надеялся на это Я понимаю, что мои книги не для каждого Даже если бы она не так понравилась, мне бы, может быть, это было не так важно Но, тем не менее, конечно, приятно, когда книга получает признание Рон, ну, у многих творцов, художников, вообще у любого человека часто в начале пути бывают некие сложности при выборе профессии Вы выбрали в нашем случае, да, такой жанр, как комиксы, графические романы Так вот, сталкивались ли с какими-то сложностями, когда хотелось просто опустить руки и прекратить работать в этой форме? Или такого не было? Нет, у меня не было желания бросить все, потому что благодаря идее с ксероксом я очень рано смог встретить других художников и читателей по всему миру У меня не было такого типичного для художника раздражения и волнения по поводу того, что сложно кому-то представить свою работу Мне сразу удалось найти свою аудиторию Во Владивосток вы приехали, в том числе, чтобы дать мастер-классы у нас в городе И хочется узнать, может быть, у вас есть ученики на родине в Лос-Анджелесе, ваши последователи Занимаетесь ли вы, вероятно, педагогической деятельностью? Интересно Не так часто Может быть, по запросу один-два раза в год, периодически это бывает Ну и, собственно, мы подошли к мастер-классам во Владивостоке, которые уже прошли Интересно узнать ваши впечатления Я знаю, что собралось немало людей, что очень приятно, безусловно У нас тоже действительно немало поклонников этого интересного жанра Так вот, ваши впечатления, какие, может быть, вопросы задавали чаще всего? Может быть, что-то вас удивило? Меня больше всего удивила и впечатлила глубина и интеллектуальность вопросов, которые мне задавали Такие подробные, говорящие о большом интересе Впервые я с таким столкнулся в презентации для широкой аудитории Вы затем направляетесь на фестиваль комиксов в Тюмень Расскажите об этом Насколько я знаю, фестиваль проводят второй год В Тюмень приедут художники, которые работают в том же жанре, что и я Из России и других стран Таких фестивалей становится все больше Я регулярно езжу на такие в США А теперь появилась возможность и в России А вы будете на фестивале в качестве гостя? Будете что-то читать, давать мастер-классы какие-то? Или это ваш личный интерес? Я буду и гостем, и наряду с другими художниками Буду представлять свои книги на специальной выставке Где гости смогут подходить к нам и общаться в течение всего уикенда И кроме того, я прочту лекцию о своем творчестве На пути к Тюмени вы посещаете не один город в России Так вот, возникает вопрос Исключительно ваше мнение интересно, как профессионала Насколько эта форма изобразительного искусства Развита сегодня в России Чего ей, на ваш взгляд, пока еще не хватает А может быть, появляются какие-то уникальные направления Она приобретает новые интересные формы у нас в стране? Если честно, я пока не очень хорошо знаком с русским искусством комиксов Я надеюсь, что узнаю об этом больше Но мне кажется, что в России будет развиваться этот жанр Потому что он очень совместим с богатой историей русской литературы И изобразительного искусства Декоративного искусства Иллюстрации, которые являются составляющей графического романа Рон, сейчас вы живете в Лос-Анджелесе И, насколько мне известно, издаете ежемесячную книгу комиксов Не могли бы немного о ней рассказать? Да, действительно Я нахожу интернет подписчиков Они онлайн оплачивают Я ежемесячно отправляю им небольшой буклет комиксов в обычном конверте Я специально делаю их такими, чтобы они помещались туда Мне кажется, это дешевый и простой способ рассылать комиксы по всему миру А может быть, поделитесь еще какими-то творческими планами на будущее? Может быть, планируете еще посещать Владивосток в ближайшее время или другие города России? Я бы хотел, но пока не знаю А что касается непосредственно творчества? У меня всегда одновременно много новых проектов И всегда новые идеи в голове Потому что книга требует на написание нескольких лет Сейчас я работаю над новой Это такое сочетание жанра фэнтези и научной фантастики Жанров, в которых я раньше не работал Кроме того, я занимаюсь коммерческими проектами Живописью, скульптурой У меня всегда много работы Рон, какой главный совет вы бы дали начинающим авторам комиксов? Рисуйте как можно больше Вы действительно должны быть одержимы этим Рисовать все время Потому что это такой вид искусства Чем больше вы рисуете, тем быстрее и лучше у вас будет это получаться Рон, спасибо огромное, что нашли время Пришли к нам сегодня Спасибо за этот разговор Спасибо, что показали ваши работы Они потрясающие Было очень приятно с вами пообщаться Спасибо, что пригласили меня Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» В студии работала Анна Бережная Увидимся на Восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова